Так, два года назад я ездил в Израиль на образовательную программу Таглит. Сейчас я точно скажу, что это значит. Вот, образовательный проект, представляющий собой бесплатный 10-дневный тур в Израиль для лиц еврейского происхождения в возрасте от 18 до 26 лет. И тут оба слова важны, и образовательный, и бесплатный. Я, правда, тратил деньги только на мороженое и прочие опциональные развлечения. И нам активно рассказывали про историю государства Израиль, про всякие святые места. Мы ходили по музеям. Я даже уже всего и не припомню. Я тогда ленился фотографировать, и за всю поездку у меня набралось буквально пара тысяч фотографий. И если мы их посмотрим... Вот, смотрите. Все было так. Мы куда-то идем, мы на что-то смотрим. Мы фотографируемся. Снова идем. По какому-то городу. Какие-то виды. Музеи, виды. О, вот смотрите. Я забрался куда-то, куда не стоило забираться. А вся остальная группа вон там, вдалеке осталась. Катались на лодочках, потому что программа культурно-развлекательная. Вот это мне фотка нравится. И в целом, вообще, провести 10 дней в компании активной молодежи, это очень круто. Я вообще нисколько не жалею, и это действительно было одним из самых ярких впечатлений того лета. А помните мое короткое видео, где мы с Мишей Ференцовым тестируем кальян? Тестируем купленный в Израиле кальян. Вот это тот самый мужик, который мне его продал. О, ехали вот на автобусе, и большая часть дороги для меня выглядела примерно вот так. Как бы то ни было, я посмотрел на страну исключительно с туристической точки зрения, да и то далеко не все. Например, в Тель-Авиве мы так и не побывали, а это ведь один из крупнейших городов. Поэтому у меня есть такая бумажка, согласно которой я через час сяду в самолет, и еще через 5 часов выйду в аэропорту Бен-Гуриона. Сейчас поездка у меня займет 10 дней, и большая часть времени я планирую провести в Тель-Авиве, причем по будним дням я буду работать, а по вечерам гулять с сестрой Дашей, которая сейчас там живет уже с февраля. И давненько я ее не видел. Я постараюсь побольше снимать, и у меня такая есть маленькая цель выкладывать по ролику ежедневно. Не знаю, получится или нет, вообще будет ли у меня интернет, там достаточного качества для выкладки видео, но я буду стараться. И если у меня получится, и если ролики действительно получатся интересными, то заранее сообщаю вам, что мне очень важны ваши лайки и репосты, потому что они греют мое эго, которому без этого очень грустно и одиноко. Место для ног. Самое главное условие хорошего полета. Интересно, буду ли я скучать при такой погоде. Очень красивый, но очень большой аэропорт. Я все и иду, иду, и никак не добраться до таможенного контроля. Впрочем, наверное, прогуляться с утра пешком – это полезно, да? Отлично, я даже багаж не потерялся. Первый раз выхожу на улицу. Так здорово из этой слякотной питерской зимы переместиться в жаркое лето. Прямо вообще... Ау, ау, ау. Слушайте, я лучше в тенечке побуду какое-то время, ладно? Все, так я чувствую себя одетым гораздо более уместным. Теперь нужно найти поезд и поехать в центр в Тель-Авивах. Я только зашел еще в кафе, еще не смотрел ни меню, ни цены. Но судя по количеству людей с ноутами и ай-кэндами, которые здесь сидят, это как раз таки то, что мне нужно. Я пришел. А, ну, привет! Привет! Так что, тебе не нравится в Израиле? Нет, 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 мне нравится в Израиле. Мне начало нравиться в Израиле только в последний месяц. А что изменилось? То, что меня раньше раздражало, я теперь не обращаю наше внимание. Я не знаю, что ты снимаешь, потому что у меня есть честно, я открою. Я от этого матовый код. Нет, ну, то, что меня, правда, готова поделиться, то, что я нашла на мусорке в Израиле. В первую неделю пробывания я нашла отличный торшер, который сейчас он дает виду в моей комнате. Потом я нашла такую подставку под фрукты. И последнее мое приобретение, это вчера я приносила домой стол. Теперь у меня есть свое рабочее место. Ну, не я сама, я попросила мальчика, там такая сложная система. Ты знаешь, Антон, я тут очень много времени провожу в гордом одиночестве. Поэтому то, что ты приехала, это очень хорошо. Я буду тебя мучить, эксплуатировать, мы будем много гулять. Давай, расскажи подробнее. И вообще. Какие у тебя планы? Ну что, каждый вечер мы будем после работы с тобой встречаться и ходить гулять, много пешком. Потому что в день нужно приходить, например, 10 тысяч шагов, я считаю. Вот. И будем узнавать новые иголки города и все такое. Какое у тебя любимое место в Теревиме? Ну вот, Нево Цедок, мы туда сходим еще с тобой. Пошли. Потом я добьела задание, у меня ничего не получается. И мне очень страшно подойти и задать еще один вопрос. Но это катастрофа. И это как бы уже стажировка не про то, чтобы там учиться в автокаре, чертить или что-то такое. А просто уметь подойти и задать вопрос. Я очень этого боялась. Сейчас еще ничего не боюсь, конечно же. Попросить палат на Айврите? Нет. Попробуй. Я вообще не знаю, Айвринка Антон. Я не буду подоливать. Он понял меня, без слов. Да? Готово. 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 Это очень важно, потому что самое вкусное мороженое, которое есть, говорят. Я не могу посмотреть так же, с такой же эмоцией. Я просто хотела сказать, что ради такой красоты я готова быть в Израиле. И в этом не нравится. Бен и Джерри. Просто лучшее мороженое, которое я ел в этом году. Я вообще люблю хостелы. И встретив закат на море, я вернулся сюда, и здесь просто великолепно. Но я чуть позже расскажу, почему именно. Потому что, очевидно, я проведу здесь еще не одну ночь. Ну а с Дарьей мы встретимся завтра в 4 часа.